Всем привет бойцы, с вами канал Белорост ММА. В этом видео я проанализирую бой Петра Яна против Алджимена Стерлинга, который по слухам должен состояться на UFC 258. Но перед началом этого ролика не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий какое мне снять следующее видео. Ну а мы погнали! На UFC 256 должен был состояться интригующий бой для русскоязычной аудитории. Петр Ян против Алджимена Стерлинга. Интригующим он был из-за того, что здесь могла зарешать ударка и защита от игданов Петра Яна или вязкость и джиу-джитсу Стерлинга. Но из-за проблем с подготовкой Петра Яна поединок пришлось отложить. Мегафайт планируется на UFC 258, там где может состояться три феерических титулях боя. В этом ролике я попробую разобрать бой Яна и Стерлинга и дам прогноз на этот бой. Для Петра Яна защита титула станет первой. Он получил пояс после победы на Джозе Альдо. Кстати, на бой с бразильцем претендовал и Стерлинг. И разозлился, когда президент UFC Дэйна Уайт предпочел ему Яна. Россианин в просвете сил. Ему 27 лет. И он один из сильнейших боксеров в организации. Великолепная работа в стойке и длина рук. Позволяют ему нокаутировать почти любого соперника. Подтягивают Ян и борцовские навыки. Не зря он готовился к настоящему бою в Дагестане. Тем более, что соперник для Петра максимально неудобный. Стерлинг в студенчестве добился неплохих успехов в борьбе. Это его сильнейшее качество. В июне он потратил всего полторы минуты на победу над Кори Санхегеном. Удушающий был прекрасен. Видимо, что-то подобное Стерлинг попробует провернуть и в бою с Петром Яном. Тем более, что в стойке у Стерлинга явные проблемы. В UFC он не то, что не нокаутировал никого. Дело даже не доходило до нокдауна. Техника у него также далека от идеальной. Но это скорее даже плюс американца. Сложно предугадать, что он выкинет в последующий момент. Но не стоит думать, что Стерлинг неуязвим. В его карьере есть уже три поражения. Брайан Каравей, Рафаэль Асунсао упреждали Алджимена решением судей. Оба раза, кстати, решения были раздельными. А Марлен Морайес нокаутировал Стерлинга. Еще одним преимуществом Петра можно назвать опыт. Россиянин имеет за плечами уже три пятираутных поединка. При этом к его вносливости нет никаких вопросов. Несмотря на активное давление, он не склонен выдыхаться в первых раундах. Стерлинг также хорош в плане кардио. Но его единственный пятираутный убой прошел еще до прихода в UFC. Поэтому сложно сказать, насколько свеж он будет в конце поединка. Таким образом, статус фаворита для Яна более чем оправдан. Вероятнее всего, Петр будет работать первым номером. Но не исключен опасный и очень шальной удар под названием Лаки Панч, который может изменить весь исход поединка. Ударник против мастера борьбы. Кто окажется сильнее? Многие бойцы думают, что победит Ян. У него сильнее удар. Он сможет контролировать поединок за счет длины рук и точных ударов. Шанс Стерлинга перевести Яна в партер и провести успешный болевой или удушающий прием. Но для этого нужно будет пройти сквозь удары. К тому же, наверняка россиянин тренировал защиту от тикдаунов во время подготовки к бою. По статистике, за 25 минут боя Стерлинг переводит 4 раза соперника в партер. Если же вы все-таки думаете, что бой будет полным, это маловероятно. Так как челюсть у Стерлинга не самая крепкая. За 5 раундов он выбросит невероятное количество ударов. Явно будет активнее Стерлинга в этом компоненте. И не факт, что Стерлинг выдержит все эти удары. Урон от этих панчей будет просто безумным. Да и в защите россиянин куда мастеровите. По сути, в этом бое интрига сводится к двум неизвестным. Как долго Стерлинг сможет сдерживать удары Яна? Насколько крепка его челюсть? Второе. Получилось ли у Яна прокачать свои навыки борьбы на достойных показателей? Россиянин уже дрался с борцами. Таким как Магомед Магомедов. Он с ним провел 2 боя и хорошо противостоял текдауну Магомеда. А у Стерлинга же нет нокаутирующей силы. И навыки борьбы, я думаю, Ян способен остановить. Пример этому недавний соперник Петра Юрая Фейбер, который не то что не смог провести ему текдаун. Он сам умудрился пропустить проход. Так что мой прогноз это победа Петра Яна в 3-5 раунде нокаутом. И кто досмотрел этот ролик до конца? Хочу вам сказать огромное спасибо, что смотрите меня, комментируете, ставите лайки, пишите свое мнение. Для меня это очень важно. Этим вы мотивируете меня снимать ролики и становиться лучше.